Меня зовут Александр, а как вас зовут, скажите? Валерий. Валерий, очень приятно. Скажите, а что там у вас вот на голове такое, я подойду поближе, выглядывает у вас, ну-ка? Кошка, Буська. Кошка, Буська. Это такое имя как бы ласкательное, уменьшительное, а на самом деле что это за имя? Буська, это чё? Бусиня. Бусиня. Бучиня. Бучиня. Так она Латвия-то имсих, Шеминцы, это Латвия-то, правильно понял? Ну, не совсем так, это просто подгонка. Просто у нас до этого была тоже трёхцветная кошка, её звали Пучка. Пучка назвали, потому что когда её принесли домой, думали, что это самец. Скажите. Скажите, перепутали полкотёнка, начали смеяться и называть её Пускатус. Скажите, а давно она, как примерно, у вас так вот может на плечах, на спине сидеть, вот на вас? Да, год, наверное. Уже год, да? А сколько примерно этой Бучине? Пять лет. Я когда иду гулять, вот она мне садится на плечах, я могу идти в магазин. Она хочет спрыгнуть на этот диван, но чего-то останавливается. Как вы думаете, вообще она, как она к чужим относится? Она не может... Ну, не очень хорошо. Да, ухватить когтями, зашипеть. Нет, нет, это не может. Когда она со мной, то нет. Вот, понятно. Удивительно красивая расцветка у этой кошки. Я бы сказал, какой-то очень интересный взгляд. Я просто безумно люблю кошек. Но вот пока вот тут не судьба. Вот я её научил двум вещам. Лапку давать, как собаке даёт, и на плечи вот так сидеть, как воротник. А вы вообще работаете ли уже на пенсии? Я на пенсии. Понятно. Ну, в общем, мы почти с вами, можно сказать, коллегия тоже, в общем-то, на пенсии. Ну, да. А вот предыдущая Костька, вот её, к сожалению, собаке убили. Она, когда в состоянии стресса, она моё имя произносила. Прижималась ко мне и кричала, Валера, Валера. Скажите, Валера, а кем вы работали раньше, если не секрет? Ну, кем я только не работал. Ну, в последнее время был главный энергетик, до этого... А, только, вы понимаете, всё в проводах, в соединительных этих самых распределительных шкафах и так далее, и так далее. Ну, я как-то вот не очень... До этого офицером был. А, ясно. Ясно. Так хорошо. Она у вас, что, может быть, из тех кошек редких, по-моему, которые могут прогуливаться на поводке, как собачки? Просто я боюсь, как бы она не ёрмала, а упала на колёса. Да, да, правильно. Правильно. Скажите, а у вас дом, усадьба своя или где-нибудь этаж? Нет, 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 я в партии живого городской. Так, какой это примерно дом, этаж какой? Четвёртый этаж. Скажите, а проблема выпасть из окна? Один... Два раза она убегала, выпрыгивала из окна, когда был период... Понятно. Скажите, а как она отделалась от этого всего? Там мягкий был этот газон, она туда прыгала. Ага. Я её поймал и хотела... Слушай, ну, у неё уже... У неё... Пройдите, пожалуйста, ко мне, а мы с вами будь, потому что... А, у вас, не знаю, вот, может быть, вы кого-нибудь, если хотите, я потом вам напишу, как меня найти, и вы сможете это всё в интернете посмотреть. У кого у вас компьютер, может, есть под рукой. Да у меня компьютер. Ну вот, я вам научу, как меня найти. Да? Ай, какая красота! Да. И так это, значит, бучиня... Буська. Буська. Буська для меня ассоциируется с тем, как будто автобус женского рода. Нет, просто мы прошлую кошку звали Пуська, а потом, когда такую же приобрели, искали трёхсветную, звали её уже по аналогии Буська. А как она к вам попала, эта Буська? Ну, я в интернете дал объявление, что ещё вот такую кошечку мне позвонили. Астасия Тварбут, Тулит, Асус Галда. Но, к сожалению, нам надо прекратить съёмку сейчас на время. Но я сейчас буквально всё это выложу на YouTube. Есть такой ресурс, видео, да? Да. Вот, и там у меня своя страничка, и туда мы это всё прямо и перекинем. Но если сейчас не получится, то, думаю, у меня Wi-Fi, и будет всё быстро. Ну, ладно, удачи вам. Спасибо.